В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Как в Караганде прошел первый день единого национального тестирования? Жители улицы Космонавтов лишены общественного транспорта. Жители Бесабы в Караганде снова оккупировали здание городского акимата. В первый день сдачи ЕНТ в шахтерской столице нарушений не обнаружено. Об этом говорят представители государственной комиссии, которая работает в Карагандинской области. Чего не скажешь о ряде других регионов страны. В трех вузах Караганды сегодня началась самая трудная пора в жизни выпускников. Они сдают единое национальное тестирование. В аудиториях Карагандинского экономического университета сидят абитуриенты, а на улице волнуются за них родители и друзья. Виолетта Назаренко – одна из них. Девушка ответила на все сложные задания. Было нелегко, но выпускница справилась. Спокойно было. Некоторые перенервничали, им было плохо. Но так и все было хорошо. Сегодня сдавали ЕНТ более полутора тысяч школьников со всей Карагандинской области. Среди них 71 выпускник претендует на знак Алтенбелгэ, а 32 – на аттестат с отличием. По информации Управления образования, первый день прошел по плану. Во время тестирования нарушений не выявлено. Через металлоскапель или только определяется сотовый телефон. В шпаргалке такие вещи не выявляются. Я надеюсь, что таких фактов у нас не будет среди детей, потому что их неоднократно предупреждали о том, какие последствия ввлекут за собой использование шпаргалок и сотовых телефонов. Между тем, в Министерстве образования и науки уже имеются общие сведения по нарушениям со всего Казахстана. А в основном приносят запрещенные телефоны, шпаргалки, калькуляторы, фотоаппараты и даже рации. Всего выявлено около 8 тысяч нарушений. В приемной комиссии заявляют – ухищрения бесполезны, проверяют всех. В Алматинской и Южно-Казахстанской областях обнаружены подставные лица. Их результаты аннулированы. Так что лучше все же полагаться на собственные знания и удачу. Дольщики рухнувшего жилого комплекса «Бесаба» в Караганде снова оккупировали здание городского Акимата. Требуют окончательного ответа, когда получат свои квартиры. Их ждут уже три года. На этот раз удалось узнать правду. Подробности у Амины Смаковой. 25 дольщиков пришли к зданию городского Акимата и решили во что бы то ни стало попасть на прием к высокопоставленным чиновникам. Жить в неизвестности они больше не могут. Постоянно приходим. Никогда не пускаете нас. Никогда никого на месте нет. Стыдно должно быть так издеваться над нами. Негодование людей переполнилось через край. Они заплатили за квартиры стопроцентную сумму. Однако до сих пор не видят своего законного жилья. Сергей Шереметьев выложил 15 миллионов тенге за уже несуществующие квадратные метры. Бесоба рухнуло, другие квартиры подрядчики не достроили, сбежали. Прошло уже три года, а жилье от государства мужчина все еще не получил. Нас кормят завтраками. Начались какие-то шевеления в преддверии выборов президента Казахстана, которые прошли в мае месяце этого года. Потом все заглохло. Из-за шума, который подняли дольщики в Акимате, им разрешили пройти на прием к руководителю отдела жилищных отношений Мурату Камалиеву. Чиновник лично вышел и пригласил людей на переговоры. Правда, без журналистов и лишних свидетелей. Без разрешения нельзя снимать. Вы вообще процедуру знаете. Инициативная группа, пожалуйста, заходите. Без кем-либо. Сколько человек пошли? Ну я в кабинете. Ну что, я здесь сядь? Здесь? Чего ты здесь? Да, они здесь сядь. По словам чиновников, они уже взяли под контроль проблему дольщиков в свои руки. Порабатываются вопросы уступки права требования, оплаченных гражданами денежных средств с виновных лиц. Нами направлены запросы в соответствующие уполномоченные органы для полного и объективного рассмотрения данного вопроса. Власти заявили, что после этой процедуры они заключат договоры цессии с дольщиками. Последние их обещаниям уже не верят. Дольщики решили обратиться за помощью вышестоящей инстанции. Хочу организовать пеший поход в администрацию президента с плакатами «Идти по дороге», чтобы нас всех видели. Когда дольщики получат свои законные квадратные метры, неизвестно. Чиновники сказали, что строительство их квартир начнется только в следующем году. А пока людям придется потерпеть, возможно, еще три года. Амина Смакова, Жеслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Жители улицы Космонавтов лишены общественного транспорта. Из-за плохой дороги по этому району отказываются курсировать автобусы. Теперь люди вынуждены ходить пешком на ближайшие остановки. А это занимает около часа времени. И такая картина на всем полотне протяженностью около шести километров. Когда же ждать сотням жителям нормальных дорог и общественного транспорта, узнавал наш корреспондент Аймам Рина. Это картина застрявшей грузовой машины, которая с трудом выбралась из ямы. Такая ситуация для улицы Космонавтов не редкость. После снега вся дорога сплошь в ямах и колдобинах. Водители автобусов по этому участку ездить отказываются. Людям приходится добираться пешком до ближайших остановок. Уходит около часа. Скорой помощи и пожарным тоже не сладко. Приходится постоянно на кондитерской останавливаться, слазить там. Потому что автобусы здесь по таким ямам. Недавно 34-й вообще сел его, вообще вытаскивали его. Вот с работы пойду я либо на вокзал пешком, либо на кондитерскую. Потому что здесь вариантов ждать вообще нет. Честно, сам видел, что 34-й получается там шел, я на него сел. И он получается по частному сектору проехал. Хотя это ему запрещено полностью. По правилам дорожного движения ему запрещено ехать по частному сектору. А он получается ездит. Также 40-й, 31-й, 66-я по нашей улице ходит. Возмущены состоянием дорог и автовладельцы. По их словам, за месяц на ремонт машины уходит большая часть зарплаты. В автобусе постоянно ездим. Две недели все, ходовую надо делать. А налоги растут. Также вот на своей машине ездю. Налоги бешеные, а дорог никаких вообще нет. Это в том году у нас сделали, как так называемый, ямочный ремонт. Вот такой ремонт сделали, как дорожники работали, получили деньги. И в таком состоянии оставили дорогу. Мы налоги платим на это, да. А дороги никто не отвечает, как их делают и почем делают. Никому это не надо. Никто не следит за этим. Качество ремонта паршивое. А в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства по этому поводу жителей ничем обрадовать не смогли. В ближайшее время по этой улице будет произведен только ямочный ремонт. У нас средний ремонт проводился более трех лет назад. То есть уже прошли все гарантийные сроки ремонта данной улицы. В связи с чем планируется произвести ямочный ремонт. Ремонт дорог удовольствия, которое наши жители вынуждены практически выпрашивать. Ежегодно из бюджета выделяются сотни тысяч деньги. Но качество производимых работ оставляет желать лучшего. Что это? Коррупция или нерадивость компаний-подрядчиков? Вопрос, в котором должны разобраться надзорные органы. И дать, наконец, жителям спокойно пользоваться общественным транспортом. Аймамрина, Олжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Карагандинка Владлена Латыпова с тремя детьми в любое время может оказаться на улице. А все потому, что доверилась одной женщине представлять свои интересы в суде. Теперь квадратные метры передаются из рук в руки. В ситуации разбирался наш корреспондент. Пожалуйста, обратите на меня внимание. Я просто устала от всего этого, что происходит. На меня не реагирует ни Октябрьский район полиции, ни ДВД. В ближайшее время происходит такая ситуация. Меня могут выстелить на улицу, выкинуть меня на улицу с моими тремя детьми с моей недвижимости, конкретно которой завладели путем мошенничества и обмана, злоупотребления доверием, моя бывшая адвокат. Матрек детей Владлена Латыпова в отчаянии. Женщина взяла заем в банке за счет квартиры, чтобы начать свое дело. Но вовремя не смогла его погасить. Поэтому должна была освободить жилье. Непростое дело рассматривала в суде ее представитель. Даже деньги помогла найти, чтобы погасить задолженность. Однако через некоторое время добрый адвокат стала диктовать свои условия. Она мне объясняет, вот мы сейчас, говорит, твою квартиру, просто перепишем на мою мать. Она пожилой человек. Не надо, говорит, ни на меня, ни на кого-то, говорит, то, что, говорит, она пожилой человек. У тебя родителей нет, у тебя никого нет. Поверь моей матери, мы тебе, говорит, просто помогаем. Видишь, мы, говорит, что-то хата не лишилась, на улице не оказалась. У тебя, говорит, банк ее отобрал. Настаивает на своем, что на права, точку зрения, понимаете? Дальше ситуация обострилась еще больше. Мать адвоката продала квартиру. Новые собственники потом сделали то же самое. И теперь квартиру требуют освободить. А Владлена Латыпова уже несколько раз обращалась в правоохранительные органы. Но нигде ее никто не слышит, говорит женщина. Слышит. Никто меня не видит. Я окажусь на улице со своими тремя детьми. По халатности наших органов. Я обращалась дважды в прокуратуру, в областную. Нет ответов. Это уже идет право, нарушение моих прав конкретно. Владлена Латыпова считает своего представителя в суде мошенницей. Адвокат в последнее время перестал выходить на связь. Вместо нее приходят другие люди, которые всячески угрожают матери троих детей. Поскольку вопрос здесь идет, получается, введение заблуждения, факт мошенничества здесь усматривается. Потому что здесь ситуация такая, получается, заведомо обманут путем злоупотребления доверием. Поскольку злоупотребление доверием будет идти ввиду того, что она его наняла как представителя, как адвоката, которому она доверяет. То есть если он дал ей такую информацию, скажем так, которая не в ее интересах, то ей, естественно, уже и в результате чего она лишилась своей недвижимости, то это факт мошенничества. Поэтому здесь вопрос идет касательно правоохранительных органов. Карагандинское общество по защите прав потребителей «Гарант» советует пострадавшей женщине написать заявление в прокуратуру области для тщательного рассмотрения дела. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области сданы первые дома пострадавшим от паводка. Не надо революционных скачков, все должно идти своим чередом. Аким области Нурмухаммед Абдибеков предостерег от торпливости в строительстве жилья в пострадавших от паводка селах. 3 июня Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдибеков побывал в поселке имени Гавидена Мустафина Бухар-Жараусского района, где месяц назад было начато строительство новых домов взамен пострадавших от наводнения, признанных аварийными и подлежащих сносу. У проведенной работы по восстановлению жилья главе региона доложил первый заместитель Акимобласти Аслабек-Дусибаев. Строительные работы велись в соответствии с утвержденным графиком, а их качество находилось на постоянном контроле. 5 мая в поселке было начато строительство новых домов взамен пострадавших от наводнения. И сегодня, через неполный месяц, строительство первых двух домов уже завершено. В ходе строительства жильцы постоянно следили за качеством постройки. Строительство остальных домов будет осуществляться поэтапно. Ну, если говорить о тех двух домах, которые сегодня мы к радости жильцов, наверное, посетили и заселили, то вот эти два дома, думаю, достаточно хорошо. Потому что 5 мая где-то мы стартовали относительно того, что начинаем уже строительство домов. Сегодня вот май закончился, сегодня мы 3 июня, еще месяц не прошел, дома стоят. Люди, заселившиеся в свои дома, теперь они, на мой взгляд, удовлетворены. Мы только что с ними пообщались. Счастливчики заселяются в новые дома. Другие пока следят за стройкой. На старом месте возводят новый дом взамен разрушенному. Надеюсь, что будет лучше, но это был родительский дом. Проектно-счетная документация уже сдана на 150 объектов. На строительство выделено из местного бюджета 719 миллионов тенге. Как оказалось, у многих жителей нет правоустанавливающих документов. Но Аким области пообещал, что это не станет помехой в предоставлении им помощи. Еще многие семьи проживают в экстремальных условиях. Их спасают чудом сохранившиеся подсобки и гаражи. Большие семьи расселяют своих детей по всему поселку. Всем не вместиться в маленьком помещении. Грудного своего ребеночка, она у меня живет. Внушка? Внук. Они живут у меня в КЦХТ у Прохоренко Ирины Алексеевны. Валя живет по Альмагамбетой, по Юбилейной. Катя тут живет. Нас просто много, мы все разместиться тут не можем. Потому что диванчик один, он у нас не раскладывается. А мы потом матрасы сюда ложим, тут спим. В целом по области по итогам обследования признаны аварийными и подлежат сносу, включая поселок Мустафина, 391 дом. Это 459 квартир. Но прогнозы оптимистичные. Если строители не снизят темпов, к осени жилье будет восстановлено полностью. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В затопленный поселок имени Габидена Мустафина продолжает поступать гуманитарная помощь. Общество Красного Полумесяца доставило людям несколько машин с предметами первой необходимости. В этот раз сельчане получили матрасы, одеяло, постельное белье, предметы санитарной гигиены. Волонтеры ездили по домам и раздавали помощь людям. По словам помощников, им приятно помогать нуждающимся, непосредственно решая проблемы на месте. Волонтеры обещают, что это не последняя гуманитарная помощь. Они и дальше собираются следить за ситуациями во всех затопленных поселках. Червещайный фонд по оказанию помощи. Вот он выделил средства для именно пострадавших жителей поселка Мустафина на 958 семей. Прекратить незаконную торговлю табачными изделиями. Под таким лозунгом прошел Всемирный день борьбы с табакокурением. 31 мая 2015 года во всем мире пытались обойтись без табака. Конференцию, посвященную вреде табака, провели в областном центре здорового образа жизни. Курить бросим яд в папиросе. К этому в окнах роста призывал еще Владимир Маяковский. Но курение с петровских времен прочно заняло место в обыденной жизни наших людей. Сегодня производство табака стало мировой экономической необходимостью. Там, где деньги мало обращают внимание на вред, приносимый ядовитым товарам. Незаконная торговля табачными изделиями является серьезной глобальной проблемой во многих отношениях, включая вопросы охраны здоровья, правовые и экономические аспекты, вопросы управления и коррупции. Согласно данным исследований, включая информацию, представляемую глобальным таможенным сообществом, на долю незаконного рынка табачной продукции может приходиться почти каждая десятая сигарета, потребляемая в мире. По оценкам Европейской комиссии, издержки ЕС и его государств-членов, связанные с незаконной торговлей сигаретами превышают 10 миллиардов евро в год за счет потерь налоговых и таможенных поступлений. Это экономическая сторона вопроса. Но есть и чисто человеческая – уровень жизни. Употребление табака является самой значительной угрозой для таких заболеваний, как хронические и неинфекционные заболевания. Это заболевания онкологические, болезни кровоснабжения, которые приводят к повышенной смертности в раннем возрасте. Курить или не курить – дело личное. Но так кажется только при первой встрече с сигаретой. Учитывая вред табакокурения, эта проблема давно стала всемирной. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Студенты и преподаватели Карагандинского государственного медицинского университета станут чаще выезжать за рубеж для того, чтобы проходить там практику и обучать иностранных студентов. Это стало известно в ходе обсуждения программы «Сто шагов», которую недавно озвучил Нурсултан Назарбаев. Педагогический коллектив полностью поддержал стратегию лидера нации и внес свои предложения по улучшению качества готовящих специалистов у себя в УЗЕ. Педагогический коллектив должен внедрить стандарты качества жизни стран организации экономического сотрудничества и развития. Профессорско-преподавательский состав во главе с проректором университета обсуждали насущные вопросы в обучении своих студентов. Прежде всего, ставку делают на академическую мобильность. За последние годы студенты и педагоги ВУЗа неоднократно бывали за рубежом, где получали необходимые знания, делились собственным опытом. Оттуда будущие медицинские работники возвращаются с хорошими отзывами, отмечает администрация ВУЗа. Наших преподавателей должен узнать весь мир, а для этого и они должны активнее обмениваться опытом. На наших курсах уже многие стали обучаться на английском языке. У нас есть обучение для иностранных студентов, и несколько групп работают на английском языке наших студентов, граждан Казахстана. Но задача поставлена почти массовый охват этим. Вот нужно посмотреть свои ресурсы. Вот уже более полувека Карагандинский государственный медицинский университет выпускает специалистов, которые востребованы не только у нас в стране, но и за рубежом. ВУЗ следует новым тенденциям времени, не уступая мировым стандартам образования. Поэтому 100 шагов для работников высшего учебного заведения – это не просто стратегия, которую нужно обсудить, а конкретный план мероприятий. Впереди большая работа. Провести летние каникулы с пользой для детей предлагают в пришкольном лагере «Куншуак». До 7 августа малыши примут участие в интересных викторинах и даже сами смогут стать актерами в новом сказочном спектакле. Все подробности у нашего корреспондента. Ученица второго класса Амина Тарикулова пришла в школу не учиться, а с пользой провести летние каникулы. Здесь не решают сложных задач и уравнений, а только поют песни, рисуют, танцуют и ходят по кинотеатрам. И это после сложных занятий очень приятно. У нас здесь проводятся конкурсы, потом мы учим девизы, вот, и еще у нас проходят эстафеты, мы по утрам делаем зарядку, потом завтракаем. Летний лагерь «Кулунша», который открылся при 23-й школе, уже заполнен детьми. В первом сезоне примут 80 детей. С утра до обеда ребята будут заняты разными делами. Работает кружок музыки, изобразительных искусств и физкультуры. Какой летний лагерь без отличного питания? Для детей здесь все предусмотрено. У нас, например, какой распорядок? Вчера вот у нас было открытие лагеря, сегодня мы, дети, проводят урок путешествия ко дню госсимволики Казахстана. После этого они едут в Саржайлау смотреть мультфильм. Завтра у нас едем в эко-музей, послезавтра едем на 45-й квартал. Также я казахстанец, патриотический конкурс рисунков. И 5-го числа мы едем в Станиславский смотреть спектакль. «Куншуак» будет работать до 7-го августа и до сих пор принимает воспитанников. Поэтому, если ваш ребенок до сих пор сидит дома, и ему нечем заняться, теперь вы знаете, куда прийти. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Кто кого боится на улицах? Пешеход, водителя или наоборот? Обычно в дорожно-транспортных происшествиях винят водителей, но и пешеходы не ангелы с крылышками. Что и было доказано во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, пешеход». В рамках оперативно-профилактического мероприятия были проведены не только рейды. Была подписана детская декларация по участию в акции «Селфи-безопасности» в школах города. Проведены циклы лекций-бесед. Был проведен слет юных инспекторов дорожного движения, в котором приняло участие около 40 школ. А на улицах патрули административной полиции были усилены их юными коллегами. Когда вам делают замечания юные инспекторы, невольно подбираешься и больше перебегать дорогу в неположенном месте просто не хочется. Да и раздаточный материал расхватывается на ура. Всего за период проведения ОПМ «Внимание, пешеход» сотрудниками Управления внутренних дел Караганды выявлено более 6,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. 1242 нарушения из них совершили пешеходы. «На сегодняшний день в городе Караганде зарегистрировано 50 дорожных транспортных происшествий, при которых 2 человека погибли и 54 человека получили ранения различной степени. Из анализа данного ДТП следует, что пешеходы более 50% данных о дорожных транспортных происшествиях является с участием пешеходов». Кто главный на дорогах уже давно стало ясным. Это знают даже дети. Главными являются правила поведения на дорогах. Соблюдая их, вы обезопасите свою жизнь. Сергей Высокосов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Аман Зоу Болстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова